Ленин, как услышали о Ленине, православные активисты. Послушайте, православный активист Кирилл Фролов сказал следующее цитата. «Путин заявил очевидное, — говорит Кирилл Фролов, — коммунистическая квазирелигия паразитировала на традиционных православных ценностях. Это была квазирелигия без Бога. Соответственно, он подвел к тому, — продолжает Кирилл Фролов, — что без опоры на традиционные ценности, на русскую православную церковь, нам не вернуть в народ нравственность, духовную жизнь, стимул к подвигу, — сказал он. Значит, оказывается, что советские люди были... Невозможно было совершить подвиг, понятно, да? Ну да. То есть вот эти все подвиги в Великую Отечественную войну, как выясняется, они не были подвигами, это, наверное, цити... Ну, я не знаю, как-то обесценены полностью православными, в частности, Кириллом Фроловым. В Великую Отечественную войну не было подвигов, цити, понятно? Потому что по-настоящему стимул к подвигу и духовности можно вернуть только через православную церковь. Значит, Путин сказал про религию и про ценности, и про корни относительно Мавзолея. Когда говорили о Мавзолее, что он не опирается на ничто, свойственное русской земле, Путин сказал, что ничего подобного, есть подобные вещи в религии. В Троице-Сергиево-Лавре, пожалуйста, можно... Нет, а в Киеве-Печорской. В Киеве-Печорской, Киеве-Печорской, Киеве-Печорской. Почему-то, ну, почему-то, потому что она у истоков лежит. Там полно, там полно, значит, мощей всяких и так далее, и так далее. Вот, то есть он сказал, что может посмотреть, и Ленин в этом смысле продолжатель... Продолжатель некой такой, да. И больше того, Путин сказал, что коммунистическая идеология вышла из постулата в религии, в частности, даже Кодекс строителя коммунизма. И дальше он привел, перечислил, знаете что, не убей, не воруй и не возжелай жилу. Ну, да, да. На самом деле, на самом деле, мысль богаче, чем иллюстрация, должен сказать. Что его мысль, она богаче иллюстрации, но здесь я вынужден сам прокомментировать, если позволишь. Дело в том, что, в отличие от представления Путина, коммунистическая идеология вышла не из религии, а из религиозной ереси. Это очень важно. То есть противопоставление мейнстрима. Ну, конечно. Ну, конечно. Потому что буржуазный гуманизм зарождается одновременно с религиозными ересями, и одновременно, как проповедь самоценности человека, означает некое прощание с религией. Прощание с религией и религиозную ересь одновременно. Религиозную ересь и прощание с религией. Понятно, да? Поэтому русский коммунизм до известной степени опирается не на религию, а на религиозную ересь. Понятно? В том числе на протестантскую религиозную ересь. Все на благо человека, все для блага человека. Человек человеку друг, товарищ и брат. Женщина тоже человек. Это самое небесспорное утверждение русских коммунистов. Значит, и так далее. Понятно, да? Людей надо любить, беречь, заботиться, работать 8 часов. Там и так далее, и так далее. Это лозунги русского коммунизма. Лозунги, лозунги. Понятно? Значит, они основаны на гуманизме, который не вышел из религий. А он вышел из религиозной ереси. Религиозной ереси, которая боролась с религией. 9.30. Поехали дальше. Со мною спорят. Со мною спорят. Ленинский домкат от Маклая стоит очень жестко. Пишет нам Станислав. Спасибо, Станислав. Для некоторых подвиг мало жить, мало работать, а жить в достатке, говорит Рубен. А посмертно можно стать героем труда, пишет 01. Моя теща, герой труда с медалью пенсионера. Сейчас 50-градусный мороз трудится с нивелиром на строительстве ГЭС в Кодинске. О, какая она умница. Какая она умница. Строительные рабочие нужны в Канаде, кстати. Сейчас открываются вакансии для 3200 строительных рабочих в Канаде. Надо немедленно туда. Внимание таджикам, да? Внимание таджикам. Сейчас я расскажу потом, а я после 10 расскажу подробно. Так. Последние 5 лет тоже встаю в 5 утра. Героем труда я не стал. Зато стал героем жены. Че это? Жены как раз любят поспать. Героем жены. Нет. Человек, если встает в 5 утра, это что, радостно для жены? Я чего-то такого не слыхал. Жены любят поспать, наоборот. Женщина же, она размягчает к утру. У нее делаются ноги холодные. И наоборот. Сначала холодно, потом. Ну, не важно. Значит, а я в 3 часа встаю уже 10 лет, говорит водитель автобуса. Я встаю в 3 часа уже 10 лет. Олег. Вот. Водитель автобуса Олег. Ну, вообще офигеть. А ложится, наверное, в 7, я думаю. Прикинь? Вот. Так. Когда ядро от Ленина отстанет, значит, это 94-й. Рублевка в центр Уверла. Лучше не лезьте туда. Правильно? Правильно я рассказывал уже, да. 75-й. Прекрасная ересь. Женщина тоже человек. Сергей Полковник пишет. Ересь не борется с религией. Она борется внутри религии за свое толкование постулатов. Полковник, в средние века и сразу после средних веков вообще любая мысль в Европе носила характер религиозности. Значит, мейнстрим защищался мейнстримной религиозностью, а анти-мейнстрим защищался религиозными ересами. Да, совершенно верно. То есть, они должны были признать кое-что из мейнстрима, признать. Но, по существу, гуманизм рождается вместе с протестом, да? Вместе с протестом рождается гуманизм. И здесь я твердо стою на своем. Что буржуазный гуманизм, классический гуманизм, ну, классический, может быть, здесь есть и спорный, но в классическом гуманизме тоже есть этапы. Да, какие-то. Значит, гуманизм, с моей точки зрения, в том числе нерелигиозный, религиозный гуманизм, разрождается параллельно и одновременно и внутри религиозных ересей, ведущих к протестантизму. И когда русские коммунисты приносят из Европы, и эта попытка неудачная, как мы знаем, она неудачная, привить русским гуманизм, русские его отторгают. Значит, гуманизм, европейский гуманизм, да? Русские отторгают европейский гуманизм. Но советская эпоха, есть эпоха декларативного, декларативного буржуазного гуманизма. Понятно, да? Есть эпоха декларативного буржуазного гуманизма. На практике, на практике то подходили, то отходили, то подходили, то отходили, да? Ну, да. Ну, там, товарищи женщины, вы имеете право и так далее. Понятно, да? Значит, поэтому говорить о том, что гуманизм, в том числе коммунизм, на следующие гуманистические идеалы, на следующие гуманистические идеалы, есть прямое продолжение религии, не очевидно правильно. Правильнее сказать, что гуманистические идеалы и, безусловно, есть борьба с мейнстримом религии, с религиозным мейнстримом, и, безусловно, это скорее опирается на религиозные ереси, использующие язык религии для окончательно противоположной трактовки. Противоположной трактовки. Понятно, да? Вот и все. Гуманизм питается соком религии, опираясь на ереси и используя, в том числе протестные, протестантские ереси, и используя их для противоположной трактовки. Понятно, да? Вот в общем принципиальная важность. Да, теперь давайте говорить про 1937 год. У меня Абдул тут написал, Абдул, да? Офигенскую вещь. Он сказал, сказали, не будет 1937 года, я так ждал. А, вот, Абдул-Хамид. Да, офигенская вещь вообще. Слушайте, Абдул-Хамид пишет, огорчило, что не 1937 год. Да, вот-вот-вот-вот. А я так надеялся. Вот-вот. Сколько же еще ждать? Вот Абдул-Хамид. А, Инастя, и ты хотела. И я очень хотела. Слушайте, вас огорчило, как Абдул-Хамид, что не 1937 год. Вы знаете, что Путин вчера говорил о том, что не 1937 год. И там подхлопатывал Багиров. Багиров подхлопатывал, что не 1937 год. И все они говорят, и все чиновники сейчас говорят, ну не 1937 год. А вы бы хотели 1937 год все-таки. 1916-5581. Вам жаль, что не 1937 год. Вы хотели бы 1937 год. Ну вот Сердюкова не сажают. Ведь не 1937 год, говорит Путин. Ну не 1937 год. Очень хотелось бы. Крови как можно больше, жестче, виселец. А ножка хочет крови. На лунном месте. А ножка хочет крови. И 1937 года, да, 1916-5581. Нет, ну не 1937 год. 1916-5582. Проголосуйте, пожалуйста. Это телефонное голосование. Пока у меня 100% за 1937 год. Нет, уже 98,2. 98,2% за... А, если вы против? А, 3,9% сейчас против. Слушайте, ну у нас же не 1937 год, говорит Путин. И все чиновники говорят, ну не 1937 год, а. И главное не допустить, они еще так... Абдул-Хамид и с ним Настя Аножко кричат. Какой кошмар, нам бы хотел. Да, 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 побольше крови. Сердюкова в тюрьму и так далее. Да, 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 побольше крови. 1916-5581. Какая жалость, что не 1937 год. Полная конфискация, без права переписки, все. Да, 1916-5581. Хотелось бы 1937 года. 1916-5582. Не, ну не 1937 год. 1916-5582. Говорим об этом. 7887,0. Человек, позвонивший 7 раз, безусловно, хочет 1937 года. А что вы, что вы делаете? Эй, Ку-Ку, который первый раз звонит, они иногда вот ведут себя неадекватно. Алло, здравствуйте, да, слушаю. Алло. Здрасте. Сергей, добрый день. Я думаю, что не 37-й, а 34-й, 35-й. Сейчас, да? Если судить по штрафам за... Класские, закласские, закласские, закласские. Да, осталось вот уже, знаете, уже штрафы, не знаю, полмиллиона, там что-то наш... А скажите, а время спрессовано или нет? Время идет быстрее или нет? То есть ждать три года до 37-го или время идет... Не, 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 гораздо быстрее, гораздо быстрее. Я думаю, что через полгода уже будет расстрел на месте. Начнется, начнется 37-й. Да, штрафы, сейчас уже говорят конфискация автомобилей, ну а дальше только расстрел на месте. Ну дайте хоть годик, дайте хоть годик. Нет, полгода вы считаете? Не, не, полгода. Полгода, полгода, полгода. Все, значит, жалко... Но ведь у нас не 37-й год, говорит Путин. И в который раз он все время говорит, ну не 37-й год, говорит Путин. Вы говорите, черт, какая жалость, что не 37-й. 916-55-81. Все-таки хотелось бы, чтобы их сажали по-настоящему. 916-55-81. Нет, ну у нас же не 37-й год, говорите вы. 916-55-82 тогда голосуйте. О, здравствуйте. Доброе утро, Олег. Вы знаете, а кому проводить 37-й год? Грозного Ивана нет, Сталина нет. Нет, верно, 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 верно. Некому-некому, а надо бы давно уже. Нет, хорошо, а почему вы думаете, что это не востребовано, Олег? Нет, они-то востребованы, но где их взять, когда сейчас те же вары, которые были при Троцком, Розали, Жалкин и прочее. Нет, 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 Олег, 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 я вам дал шанс, я вам дал шанс говорить в адеквате, вы не стали, он не воспользовался. Олег не захотел быть адекватным. Алло, здравствуйте, я прошу вас, да. Сергей, доброе утро, Казбек беспокоит. Я бы хотел, чтобы был 37-й год, но в отношении лиц, которые вчера присутствовали, доверенные лица, такое позорище, вот просто даже досмотреть до конца не смог, такие не заблюдают. Вот им нужно устроить 37-й год. Казбек, Казбек, правильно, я услышал имя, да? Да, да. Слышите, позвонило 783 человек, 787 уже. У меня очень активное голосование идет. За 37-й год, ну вот для элит, конечно же, уже 93,6 сейчас, 93,6 процента. Понимаете? Ну вот вчера, вчера доверенные лица, Марков, это вообще позорище, смехота такая, когда он сказал, помните фразу, Владимир Владимирович, мы все за вами не допустим, за вашей спиной не допустим, там вязал, расхохотался. Там дрожали губы от подобострасти у них, ну вообще такое позорище, вообще стыдно аж было, честно говоря. Было, да? Я не видел так совсем, я смотрел фрагменты в интернете, маленькие кусочки. Я уже не выдержал, просто выключил, потому что даже в советские времена такого подхалима же не было. А Путину это как-то нравилось, знаете, он так, ну, принимал это. Нормальный человек подхалима же отрицает всегда. Нет, можно я обоспорю? Значит, нормальный человек постепенно привыкает презирать подхалимов. Вы знаете, вот очень интересно... Нет, нет, Казбек, нет, нет, вот здесь я с Казбеком поспорю. Нормальный человек постепенно привыкает, что вокруг него только подхалимы. И он их начинает презирать. Другое дело, что если ты не подхалим, некоторые тебя за это... Вот это было у Лужкова, простите, я сейчас отвлекусь на Лужкова. Вот это очень интересная формула взаимоотношений Лужкова была с окружением. Ну, Лужков как модель, да. Лужков как модель. Значит, если ты подхалим, он тебя презирает, Лужков презирал подхалимов. Да. А если ты не подхалим, он считает тебя врагом и ненавидит. Да, 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 да. То есть, если ты подхалим, тебя презирают. А если ты не подхалим, то ты враг и тебя ненавидят. И это... Когда ты выходишь и говоришь, я вам не друг, не враг, но вот я не знаю, что вам готовят ваши референты, а давайте я вам расскажу. Все враг, все враг, все враг, все враг, враг. Я не знаю, что готовят ваши референты. Все, ты поставила систему власти под огонь критики. Все, до свидания, дорогуша. До свидания. На тебя пошла эскадрилья уже расстреливать тебя из самолетных пушек. Те разрежут в клочья. Через сайт нам пишет Конопель. Ага, а что... Я же на выглаз, Саня. Хочешь? Ну давай, нет. В отношении любого из вас может повернуться. Никто не думает, это к тем, кто против. А спросим? После 10 спросим. Ладно, договорились после 10 секунд. Я вам скажу результаты. 816 звонков, 787 оригинальных. 93,6 процента. Жалко, что сейчас не 37-й год. 93,6 процента. А 6,4 процента, в данном случае это 50 человек. 6,4 процента. Ну ведь сейчас не 37-й год, говорят, с облегчением. Погнали, реклама. Фондовый рынок. Прогнозы и комментарии. Лев Быстров. Лев, здравствуйте. Лев, вы бы хотели, чтобы сейчас был 37-й год? Ну, наверное, нет все-таки. Смотрите, у нас 93,6 процента наших слушателей говорят фразу «Жаль, что сейчас не 37-й год». 93,6 процента. Хорошо, что сейчас не 37-й год. 6,4 процента.